И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас в игре произошло очень много новостей. Прям вообще нереально большое количество, что я уже даже задумался о том, что я не успею всё рассказать в одном видосе. Но попытаюсь довольно-таки кратко, дабы не было тут видоса на минут 20-25, рассказать обо всех изменениях, обо всех новостях. Сегодня их реально очень большое количество. И главный вопрос всех, будет ли 1 апреля в ТО тот самый праздник, который любят все, и он, конечно же, будет. Как я уже говорил 2 дня назад в видеоролике, то что такого праздника просто не может не быть. Это был бы полнейший провал, и он есть. Сегодня расскажу про него, расскажу про Джиггернаут 2.0, про который я до сих пор не верю. Праздничные миссии, которые у нас будут, посвященные ко дню смеха, к 1 апрелю. Соответственно, сам день смеха и челлендж, именно про него тоже сегодня стоит поговорить. Хотя, по сути, я в какой-то степени о нём уже должен был бы вообще забыть и не думать вовсе. Но сегодня о нём тоже поговорим. Начнём, конечно же, со дня смеха. Начнём с того, что всё будет. Всё будет и ещё будет не на один день. Оно будет на протяжении с 1 апреля по 6 апреля. То есть, включительно у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 дней будет у нас полноценный праздник в игре. Это очень круто, потому что с этим праздником просто я тут быстро пробежался, посмотрел, что будет, и я просто офигел. Все голды, как мы любим, всё будет с одного кассика до 50 тысяч кристаллов. 50 тысяч, понятное дело, редко падает, но падает. Два дополнительных ящика, это то есть ошибка с голдами тоже падает. Премки падают. Бомбы. Потом, что у нас там, берёшь голд расход. Вот, короче, если вы всё это дело знаете, знаете, какие были у нас до этого 1 апрельские голды, то всё так же и остаётся. Если не видели, в описании ссылочку оставлю. Зайдёте, прочитайте. Что касаемо коинбоксов. Также изменили, наконец-таки сделали коинбоксы с теми номинальными призами, которые были у нас до этого. 100 кассиков появилось, хотя там было, если не ошибаюсь, раньше ещё там 10к, 5к, но сейчас 10к, 5к нету. Ну, есть 3000, 2000, 1500, 300. В общем, изменили, дополнили, сделали опять лучше, опять выгоднее. Ну, поняли, что никто не покупает, значит, соответственно, вернули. Ну, и правильно как бы сделали в этом плане. Плюс, x2 фонды, друзья. Я в видеоролике говорил, что скорее всего двойных фондов не будет, потому что x1.5 уже прямо сейчас в игре у нас имеется, я думал. Ну, x2 тогда уже делать не будет. Они и x2 сделали. Ещё и скидки на МПК, скидки на гараж по 30%. Про скидки, к слову, я тоже забыл сказать. В том видосе, который я записывал, но я тоже как бы планировал и думал, что в принципе скидки могут быть. Ну, и плюс тут какой-то тут спецпак с боевым пропуском, 3 контейнера, 100 звёзд или что это? Вот это, да? Это серьёзно? Ну, короче, что-то там, короче, опять сделали дополнительное за БОБОС, но понятное дело, что мне это неинтересно. Переходим сразу же к апрельскому челленджу. Я, честно говоря, вообще ничего не заметил, не читал изначально, если бы ни один молодой человек, которого вы все знаете, которого никнейм заканчивается на цифру 2, который начинается на Аветис, и этот инкибатор уже всё прочитал, уже говорит, нифига себе, будет с контейнеров, короче, падать легоси. Легоси скины будут падать плюс прайм скины. Если у вас, например, все экстишки уже есть, вы думаете, блин, опять эти по 20 тысяч кристаллов только падать мне будут. Но нет, теперь у нас легоси скины добавились, прайм скины добавились, их вы тоже теперь можете выбить в контейнере эксти, то есть который у нас даётся за челлендж, за 50 уровень, если я не ошибаюсь, то по челленджу тут всё не изменилось. Так он и есть, два челленджа в один месяц, и здесь для меня как-то было даже, честно говоря, подозрительно как-то всё это выглядело, блин, так вот на халяву теперь дают легоси, ну, как-то так подозрительно, подозрительно как-то к провалу, что ли, всё это дело близится, у меня сразу, знаете, какие-то такие мысли начинаются в голове, не совсем приятные, то что, ну, много халявы, реально много халявы, расщедрились разработчики, либо же они наоборот понимают, что крах близок, они хотят как-то взбодрить игроков, может быть с этим тоже как-то что-то связано, ну и теперь уже перейдём к праздничным миссиям, праздничные миссии в этот раз, ну, я бы сказал, просто бомбические, просто бомбические, если сравнить те призы, которые у нас были до этого, 10 кооп это приз 10 ддшек, да, по сравнению с тем, что сейчас сделали, это небо и земля, это просто две разные вещи, и за такие миссии реально хочется, как бы, попотеть, повыполнять и забрать эти призы. Набей 2000 килов, 30 золотых ящиков, уничтожь 15 джаггернаутов, 15 тысяч крисов, за каждого джаггера, по косарю за каждого джаггера, 30 голдов сбросил, 30 коинбоксов дали, понятное дело, что там ничего жёсткого с этих коинбоксов, конечно же, вам не упадёт, но маленький-маленький шансик того, что может там что-то неплохое выпасть, там в виде танкойнов, есть. Соответственно, тоже очень достойная темочка. Ну и поймай 30 голдов, в режиме каждый сам за себя, на карте губаха, то есть праздничных золотых ящиков, получи 100 единиц всех припасов. Очень даже достойная тема. К слову, я забыл сказать насчёт карты на 1 апреля, карта у нас губаха, та самая карта, где есть моя самая любимая точечка С, и я думаю, что данный праздник я буду проводить исключительно на данной позиции, мне она очень сильно нравится. И карта, в принципе, тоже неплохая, да, я говорил, что было бы неплохо, если была бы платошечка, либо какой-нибудь полигончик, но губаха, я считаю, что довольно-таки неплохая карта. Небольшая, разминистая, можно спокойнейшим образом и килов много фармить, и голды успешно ловить. То есть очень-очень даже хорошая карта, полноценная, нагибаторская, и я как бы даже с ней, в принципе, и согласен. Хорошо, что нету джаггера, то есть это каждый сам за себя, без джаггернаута, как я понимаю, да, если я ничего здесь не пропустил, то мне кажется, что я прав в этой ситуации. Но если что, поправите меня в комментариях, если вдруг напишите, что я нуб, который не все прочитал. Все-таки пытаюсь побыстрее, как бы, ну, как-то скомпковать, чтобы не было более длительного. Ну и последняя новость насчет джаггернаута 2.0, как я уже сказал в начале видоса, я до сих пор о нем не верю. Я думаю, что это рохал, я думаю, что это шутка. Ну, когда выходят такие уже новости, типа джаггернаута, типа говорят, что реально такое будет, но узнаем об этом завтра. Узнаем об этом завтра. И я думаю, что все же, все же, все же, все же, скорее всего это шутка. Скорее всего это шутка, потому что пишут, что типа в четверг, 2 апреля будет вот такая вот штелла-мелла туда-сюда, как бы, ну, вы все понимаете, здесь, конечно, расписано, все, что сказали в видеоблоге, и то, что типа там и чат будет, и то, что саботаж там на паузе меньше, написано все очень красиво, но я до сих пор не верю в это, и вам пока что тоже не советую в это верить. Мне кажется, что это просто первоапрельская шутка, просто разводка, которая в очередной раз будет сказана в видеоблоге в пятницу. Ну, как-то так. Вот такой вот видос у нас сегодня, друзья, получился. Я постарался максимально быстро пообозревать все эти обновления. Я считаю, что это одни из самых крутых новостей за последнее время, так точно. И то, что на 1 апреля, я думаю, что будет у нас в игре наконец-таки рекордные онлайны для 2020-2019 года, так точно. Я думаю, что на этот праздник придут довольно большое количество игроков и захотят поиграть, половить эти голды, вспомнить старые былые времена, когда все заходили, когда все ловили, и когда всем это, конечно же, нравилось. Вот такой вот праздник нас ждет. Не забывайте прожимать лайки, друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и поддержите меня, напишите в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу. Если вам подобного формата видеоролики заходят, где я довольно быстро пытаюсь оповестить о всех новостях, то тоже, как бы, это дело можно все, конечно же, поддержать. С вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!